Они же 10 минут будут долгать сейчас. Хорошо, хорошо, пускай. Может лучше закрыть окно? Нет, не пускай, это очень хороший звук. Отчищаюсь с подъемом звука. Он вбивает из московского промолу и оставляет только светлое. Все остальные мозги вылетают. Плохие мозги вылетают, а хорошие остаются. Вылетают мозги у звонаря. Если он без наушников нашел, то они вообще в него вылетают напрочь. Какая церковь в Красноярске? Как называется она? Я не помню. Я даже не знаю, даже не помню. Она большая, большого размера, самая большая или их несколько? Нет, не кафедральная. У нас кафедральный собор немножко в другой стороне. Но тоже рядышком от меня. А это как бы монастырь какой-то там. Мужской монастырь, кажется. Замечательно. Так тебе через дорогу туда переходить и хор вести? Хор вести? Ну там у желающих без того хватает. Ну что там что? У всех свой уровень образования? Или будущего образования? Наверное, да. У всех там достаточно высокий. С тех, кто поет и регентует, там очень много. Ну, в плане того, что мне не интересно. Я же давно уже завязал с храмами. Я раньше пел в храмах и это достаточно нормально. Долгое время пел в храмах и много. Сколько по времени ты, получается, несколько лет занимался этим? Ну, года четыре я в храмах работал. Как принять в храмах? Что значит в храмах? Ну, пока, наверное, в одном, скорее всего? Нет, в нескольких. Сначала в одном, потом в другом, потом в третьем. А где? В каком городе-то? В Иркутске. А, в Иркутске, наверное. В Иркутске. А здесь я... Ну, потом я уехал из Иркутска и как-то завязал с этим делом. Как прям по нотам служения? Конечно. Там все персоналы в основном. Все персоналы в основном. Ну, профессионалы – это люди, которые получают деньги за свое ротооткрывание. Деньги получают и с образованием все люди. Ну, понятно. То есть они приходят там и поют, и работают. Это работа, знаете. Просто учишь произведения, там, выучиваешь, поешь произведения. Все равно по нотам уже происходит. Там, выучиваешь еще на памяти тебе. Глаз уже... Ну, как вот мне сказал там пару вещей, говорит, звук должен расти, как дерево. Да, и в конечном счете расцвести, да? Нет, это при движении наверх, понимаете. При движении наверх, верхняя нота всегда как цветок, знаете. Как расцветший. Вот, да-а-а, и взяли ноту. Выросли до нее, и взяли ее, и отпустили. Вот, и вот этот цветок у вас образовался. Он... Это такое образное просто сравнение. Я пытался как-то это... Пояснить то, что вы должны отпустить это в этом месте. Себя. Понимаете? Дерево выросло. А вот то, что обволакивает звук, охватывает весь мир. Ну, или, по крайней мере, какое-нибудь здание, гостиницу, да? Да, такое. Но обволакивает. Но в плане того, что нужно заполнять... Звуком любить всех, да, так получается? Да, заполнить пространство свое, понимаете? Вы должны... Звук – это же волна, а волна – это энергия, да? И вы должны вот своей энергией заполнить все окружающее. Без этого не получится ощущение. Возвращением наполнения не будет такого полноценного пения. Понимаете? Будет оно... Вы должны быть уверены, что понеслась душа в Бори. Просто печать. Вот так пол ночи было. Ну, вот у тебя Боря опять начинает ступить, да? Ну, Василий начинает ступить. Василий, Василий. Василий, иди ко мне. Василий, иди ко мне. Ты боишься. Василий. Все, сиди у Вас. Будет страшно от кого-то сидеть. Скоро пойдем всем гулять. Я сейчас один дома нахожусь. Жена уехала к матери. А куда? В другой город, да? В Бурятию. На Вайкале. На Вайкале. На Вайкале живу. А я с песиком вожу себя на вечера. Теперь я один покровитель. И... Хорошо, тогда будем продолжать. Окно закрывается, да? Сейчас закрою, да. Окно. 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 Окно.